так всем привет начинаем моделить вернее не начинаем а продолжаем дальше моделить нашу мебель так сейчас пока что я удалю наверно потолок там будем делать его другой и дальше кстати вот этот пол могу пока что перенести нажать м да и перенести в коллекцию эту спрятать до чтобы не мешалось также то что делал солнце наверно тоже вот ну и это это наша мишень камере тоже в студию зону прости дарим тебя вот так некоторые элементы да вот этот этот элемент это у нас него это уже шкаф на будет или шкаф сейчас посмотрю здесь модификаторы какие-то делали да то есть если я сейчас объединю в один объект например к этому шкафу вот тогда вот отсюда во исчезнут все модификаторы поэтому я просто выделю все она нам еще пригодится и тоже на другой слой дам созданного коллекции называю мебель как то так вот окей и пусть тут покоится вот к что спрячем дальше надо сделать какой-то туалетный столик и там тумбу под телевизором но и сам телевизор может цветок какой-то и в общем едем посмотрим также по нашему плану что у нас тут лазит все не влазит дайте вы кстати вот смотрите при приближении вот например у вас какая сетка дать сейчас размер сетки где серенький так обидим один метр до нужно поэтому ориентироваться вот ну и наверное сделаю вот так 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 ну около метра наверное метр но давайте нажимаем shift a plane делаем и нужно сделать размер чеки так как мы ее будем эту тумбу моделить можно в принципе с куба начать можно ее просто перевернуть контролей rotation уже применю кажется перенесу дальше указываем ее размеры вот ну высоту это 85 50 миллиметров и ширина и сказал метр где-то вот такая ну будет он просто такие ноги так это вот такие косячки они могут возникать если вот здесь здесь 10 миллиметр появились не очень прикольно отображается скорее всего кривите убрали решили он все стало нормально ковите оставим так дальше там дальше нужно ее включу привязку к вершинам нажимать шеи он тролл на пол поставили вот далее что я буду делать что такое это наша наш план до его в принципе тоже уже можно удалить мне не нужно так дальше до поехали делать это за что зайдем в режим редактирование нажимаем нажал айка нажму ой и еще до такой момент я когда-аше изменял размеры дади меньше всески절 дело его нужно применить контролей ски до чтобы наши модификаторы мили себе нормально вот там сделаем на какое-то расстояние и будет толстенький вот дальше я удаляю вот эти два элемента на фейсе выделить вершины выделить эти вершины потяну control зажму сделаю вот так вот выделю все и глубина будет у меня нажимаем е где-то на 450 метров хватит так дальше но сделаем каких-то пару ящичков нажму тройку я нажал выделил фейс и нажму shift скопировать этот элемент и его нажимаю g z и пусть на 200 миллиметров минус вниз где-то вот так наша полка нажимаю е и где-то 18 на будет какая-то лука где будут ящики в принципе ее и видно не будет нужно было ее не делать там посмотрим но пусть будет ладно так сами ящички да я наверно возьму вот так возьму ребро двойку нажал ребро выбрал нажимаю 5 6 до копирует и ребро вот теперь нажимая удерживая control и z держу он трудно и вот сюда снял выделение перейду опять фейси эль выделивать этот элемент пока что нажму shift h и слышишь мне ничего не мешал нажму control r и поделю их на две части теперь надо мне их рассоединить да то есть сейчас если я буду за ребро тягать это как бы целая часть я возьму операция рик в до нажимаем вот нажали в и у нас отсоединилась часть тут примечательно что где у вас будет находиться курсор то части будет выделено да то есть вот сюда а его подведу нажму вы видите эта часть выделяется сразу с этой стороны нажму в это будет выделено так тут мы тут что я сделаю я как бы придумают все на ходу поэтому не судите строго сделаю наверное удалю вот этот фарисик вот и надо мне не вот вот эту ребро сейчас возьму там с одевать две части на то есть у меня появились две точечки вот так сдвинуть где-то сюда вот выделить теперь эту и эту вершину и тоже там на пару сантиметров сдвинуть вниз ну где-то где-то так вот типа ручку создам дальше я там control shift b до чтобы наши вершинки сгладить да можно там на несколько частей так вот подразделить вот теперь выделю нажимаю и и пусть тоже где-то 18 миллиметров так хорошо вот и выделяю все это дело нажимаю опять shift d x на чуть-чуть отодвину теперь нажимаю control м x или же вы можете сразу же перейти по моему мышь мира а вот видите я интерактивный режим control м и потом выбирается ось по которой нужно зеркалить или же можно сразу по глобальной оси и нажать и отзеркалить теперь джи икс control держу так сейчас мы ближайший да у нас что тут выбрано класса ближайшая точка чуть не не захотела среднем привязывается все хорошо да вообще непонятно какой вершиной так вообще не будет привязка работать странно да непонятно вообще что надо странное поведение даже не знаю в чем проблема операция 5 д x д x д x он там блин не знаю что за группа да я выберу на активную точку выделю вот эту наш последний выберу он беленько что он активно было джи контур будет теперь привязалась нормально так теперь до этот и элемент и вот этот выделяем я нажимаю е ты нормально да перевернем нормально вот сейчас если посмотреть одна в одну сторону другая я нажму shift н да это пересчитать нормально или этот пунктик находится вот тут нормал пересчитать так пересчитал и теперь при экструдировании они обе в нужную мне сторону вылазит так теперь переключусь опять в грани выделю вот эту вот грань да вот видите опять тяжело выделить например выделю весь этот элемент перейду вершинки сниму выделение с контуром с вот этих да эти остались и нажимаю g и и тут нормально привязалась все да g и ну так работает не понял ничего не работала там в общем ладно да сделали вот такую штуку такой столик давайте этому столику тоже добавим было то есть чтобы появились фасочки фасочки миллиметра 3 и несколько этих штук и чтобы вот тут фаски не появлялись да они нам тут не нужны мы можем лимитный метод engine поставить вот наверное может их 2 2 миллиметра да и добавили ну пусть будет 3 да теперь появились фасочки все хорошо так теперь тумбу для телевизора в принципе можно взять вот этот элемент да тоже сделать shift d теперь s z чуть-чуть смасштабируем вот посмотрим ну например чтобы он у нас был от 20 сантиметров вот тут и 30 ну пусть где-то даже 40 будет высоту можно например например сделать да если точно значение вот я привязал они теперь одна в одной нажимают g z и пишу 400 миллиметров вот например вот так теперь то есть выделяем все и эту тумбу потянем вот тут бы уже неплохо было посмотреть докуда вы ее тянут давайте поставим все на свои места где она будет нажимать g control и привязываться так вот тут там будут шторки сантиметров 15 отступим нажму g x 150 да где-то ну смотрю что можно где-то еще потянуть да то есть я зайду в режим редактирования этого объекта давайте опять сделаем например gx 2000 на это два метра в принципе тут и дверь будет открываться нормально и вот получится такая тумба так теперь с тумбой поработать надо тоже надо сделать похуже какие-то дверцы да так 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 ну давайте сделаем сделаю опять же да наверно верхняя часть будет такая массивная делаю control r так вот подгоню пока захватил сюда и теперь опущу g 60 было z 60 минус нажав вот она тут появился этот разрезик так так теперь всю вот эту вот часть мы сейчас на 18 миллиметров да g y 18 это вот так вот эту часть экструдируем на 18 ой что-то намудри е 18 миллиметров энтер так есть тут если вдруг открывать бунда или что-то опять можем нажать ай сделают тоже 18 и е дата вот сюда утоплю вот теперь сами дверки тоже сделаем что-то наподобие этого в принципе их можно было тупо скопировать да и и ну можно еще раз да повторить все это как бы действо или давайте скопируем все таки ну то есть вот эту верхнюю часть shift копирую сюда так g control вот опять какой-то непонятным моментом почему-то стран так выберу точки опять сделаю эту точку активной нажимаю g держу control только вот тут опять переключим актив g control control так еще вот к этой так сделали да только тут самая такая типа печалька поделить а ну сейчас давайте выделим вот эти части попробуем сделать привязку edge центр нажимаю тоже сделаю активной точку g по оси x и что-то не не привязывается а привязалась да привязалась к центру вот то есть все нормально сейчас еще раз проверю так теперь я вот эти вершинки выделю так внимательно да выделить все вот и вот эту уделяю делаю тоже активной вот и теперь кверху g z удерживаем так сейчас у нас там в центре стоит вершина g z q да теперь выделим все это так на верхнем надо еще было пространство е е 18 где-то так так теперь вот эту туда запихнем так вот получилось и теперь я снял выделение выделил эту тумбу 5 6 d x м x вы когда делаете зеркалить и до shift n нажимаете чтобы пересчитать нормально скорее всего они опять окажутся там вывернутыми вот так есть у нас вершины на опять сделаю точку нажимаем g control держу да и привязал сюда вроде бы все получилось да получилось хорошо так тут тут наверно сделаем каких-то дощечек так выделю вот это штуку сделаю shift d s может 1 g это должно было не пойму почему с привязками это напрягает почему серединкой привязывается должен был ближайшими до стоять что так происходит не знаю разберусь заморачиваться только что выберем опять актив привязалась так тут тоже что-нибудь уменьшил у нас клеточка сейчас такие планочки там три где-то так получается вот выделяю это все и тяну е куда-то потянем также покажем нашу наше помещение видим что надо дотянуть дотягиваем вот сюда выделяем также теперь shift d x тут какое-то такое расстояние shift r нажимаем shift r и это повторить операцию теперь я их выделяю все вот эти планочки и немножко сдвину x вот так тут будет у нас еще зеркало какое-то круглая квадратная овальная какое угодно можно сделать так поставили shift a там и что мы добавим давайте добавим криву нам повернем rx90 вот такая она получилась зайдем в режим редактирования и вот эти вот штуки да можно вот так вот получится овальная такая штука едем посмотрим чтобы она смещалась возможно смештабировать и в кривых то есть настройки 3d и есть такое живом и 3 можем сделать ей а делаем 2d вид тут филмод босс полностью зайдем про экстрадируем до что появилась толщина потом сзади подсветочку сделаем вот видим такая граненность увеличим количество сегментов вот ну если нужна фаска крутим параметр и количество так в общем сделали какое-то зеркало тут у нас должны будут быть то есть тогда нужно подрезеточку предусмотреть например я так что я тут сделаю ну то есть оно должно быть заполнено и тогда установятся нормально резетки вот могу могу взять раз два три четыре так нажать шифт д скопировать теперь е сделаем так е x x y они перевели туда и в этой части вот так вот тут появится у нас потом везетки так ну и можно там будет каких-то пару 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 лампочка возможно какие-то трековые светильники там направленные или что-то типа того да вот будут повернутые как-то 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 так ну ладно не знаю делать их не делать вот короче пока оставь там приблизительно себе ж да там тоже телевизор где он у нас там будет опять возьму зайду сюда скопирую вот эту штуку shift d отменил как бы перемещение p selection теперь выделю ее выделил w set origin origin geometry чтобы установить эту точку да зайдем в режим редактирования выделим из масштабируем тут где-то повесим будет теле у нас висеть z но опять же да все рисую так на глаз но конечно лучше посмотреть что за теле какая диагональ у него и тому подобное просто мы в общем практикуемся да практикуемся модель так сделаем вот так сделаем вот так расширю z теперь опять e теперь сделаем i вот сюда толстовато мы тоже можно всему этому фаски бахнуть а у нее уже у нас есть сразу же так появились уже все в общем чудесную тут только как бы эти фаски не нужны да можно можно тогда если хотите где-то надо где-то не надо да angel нам не катит мы можем вот я нажму control i это инвертирую выделение вот то есть на этих элементах надо фаски вот тут не надо есть такой параметр мин мин бэвэл вейт да мы его покрутили стали синий и теперь в модификаторе можно не angel выбрать а вейт и видите теперь они появились только там где это нужно вот так сделали в общем теле покажем опять стену чуть-чуть вот стены отодвинем возможно так сделали телевизор следующий этап давайте попробуем цветок какой-то сделать до установлю курсор шифтой добавляю секол у секол сделаем 8 граней хватит с масштабируем на то есть горшок захожу в режим редактирования выделяю точки нажимаю f чтобы залить а теперь е и вот так сделаем control r такой какой-то банальный горшок теперь выделю вот эти нажимаю е и alt s до чтобы они у нас масштабировались вдоль своих нормальных так теперь вот эту часть чуть смасштабируем е и вниз земелька будет не знаю да сделали горшок теперь если к этому горшку мы применим subdivision серфис down такой нам нужно по доделывать дополнительные грани когда вы будете добавлять грань да то есть сейчас я это делал только что нажимал control r типа лук от энд слайд и если вы будете добавлять эти тут добавили выделили например этот полигон нажали или е с можно нажать да то есть вы типа инс это сделали ну или ай нажали сделать ну и также можно по выделять эти лупы с альтом да вот теперь вот этот луп еще альтши зажимаю и вот этот и сделать им фаску но только тут я фаску профиль сделал квадратный и сделаю да все как бы добавилось все хорошо можно и вот здесь было сделать еще масочку так получился вот такой вот себе горшок зайдущими тут дополнительный луп пододвинем сделали как-то так да просто как бы банальненький ничего такого делаем обжиг шейд смуз вот тут стоит на subdivision и подразделений внутри это как бы там максимум не делайте их могут вы с шейд смузом смотрите все красиво все хорошо вот пусть так и остается не на этом лепить 5 это будет тормозить ваш ну вы будете нагружать ваш viewport а если хотите уже ставьте для рендера даты на рендере будет этих столько в подразделении сколько надо и не будете нагружать компьютер так дальше какие-то тут растение да я возьму опять же shift с копируют эту часть ps selection отсоединю выделю ее уберу пока что с ним модификаторы опять же дабы в чтобы ориджин тут же он и 3 установил в зайду 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 так и стоит вообще делать сейчас не надо да посоздавать как бы там листики нажимаем м и от центра да то есть я получил сейчас одну точку вот выделил эту точку и к примеру там g g перенесу ее куда-то вот она есть и там например сделал что-то такое выделю это все дело нажимаете и y так ну и тут теперь контроль такую штуку здесь мы штабируем здесь делаем чуть пошире да тоже я применю контроль 3 subdivision так ну тут можно вот с этими точечками например поиграться сделали да получили какой-то вроде бы листик так теперь я выделю все возьму так нажму shift с у to select to select да вот он где пиво появится теперь перейду на вид сверху выделю листик подвинуем там как груди центру тут вот и выберем что теперь будем вращать относительно 3d курсора нажимаешь и д-р теперь шифтер повторяю операцию ну сделали как-то так потом сняли выделение можно салат и где-то это целый трендом а что-то там g куда-то там покрутили перенесли да у нас как бы листики станут разные также когда вы включите вот режим пропорционального редактирования да теперь можно уменьшать что-то пошевели вот так опять выделю все эти элементы 6d скопирую тут например с 6 вот так могу опять же да это или отсоединить но ладно сейчас уже тут я сейчас отменю сделаем rz да покручу вот так еще раз шифт д сюда например с только уже медиа помню и звезд покручу также включим эту штуку данные карта какие-то сделаем такого рандомности тут же что живо рэндом да есть так ну за бабах или какой-то типа цветочек опять сделала вот эту да часто выбирающий смуз правой кнопочкой добавлю быстрее меню теперь нажимаю быстренько добавляется делали горшок видим у горшка подразделений 3 тут тоже ты соответственно если я вот этот мальчик в том теперь выделяют а вот наш активный элемент выделенный нажму ну или контрол джей или джоин да то есть теперь эти листики присоединились к этому объекту ну и соответственно взяли модификаторы так цветочки есть да там стоят где надо вот можем уменьшить xz покрутим ну и в таком плане да можно нам таких-то книжечек поделать журнальчиков накидать так ну давайте наверное сделаю проводить светильничек что ли опять же да ничего лучше подбирать изначально какие-то светильники которые там все это дело существует да и моделить по рифам я просто показываю в принципе то что модели тит не тяжело это это можно делать и как бы все нормально все хорошо так shift и опять добавлю сок rx90 вот так вот да захожу в режим редактирования f опять залил е сделаем сразу контрол б сделал штуку могу вообще все спрятать теперь и с сделаем и туда контрол три да это опять я применил subdivision вот эту часть в принципе x фейс удаляю вообще не надо и опять клюшить сюда не смотрю что там будет получаться так потом дам как мы его сделаем выглядеть будет да сейчас не понимаю тут какой-то элемент давайте сделаем и с еще раз я без образовалась маленькая грань теперь я выдвинулась так там будет меня трубка такая себе так тут и с тут control r и пододвинуть сюда получилось . и тут у нас так все хорошо опять же можете себе доделать вот такое да то есть с представлением уже наша сетка ложится сюда вот и тут можно в принципе так дальше возьмут это кольцо скопирую оси и сделаем rz90 с масштабирую вот теперь что мы делаем теперь f залили е куда-то сбиваем так тут пока модификатор отключу будет и крутится тут вторая будет палка на ней уже будет этот светильник его нужно будет крутить нужно будет на лучше бы я конечно посмотрел на какие-то рифы и сделал интереснее так сделаем так выделим вот это индивидуал вот теперь control r подразделю тут control b сделаю штуку теперь 5 е как от меня alt s я вдоль нормалей масштабируем вот такая штука тут тоже получилось что-то получилось какой-то светильник дальше возьму скопирую возьмут это скопируем наш мужик d r90 так вот эту штуку control плюс да к примеру еще раз control плюс x файс тут вот сюда пойдем сделаем какой-то светильник и с так а тут можно сделать веру до теле вот так вот теперь l выделю это все дело rz 90 да конечно трубочка какая-то толстоватая но можно примеру control нажимать да и сделать с shift z и уменьшить ну и тут наверное то же самое сделать с и отключаемость y shift и а теперь не стали поинтереснее так тут в принципе возможно какой-то там механизм как-то можно будет это все так и покручу в и 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 еще и ошибки типа не знаю сделали но не оно в общем пойдет да также там от него могли бы идти проводочки проводочки там и и и более тоже в принципе ничего такого проблематичного нет можно сделать но можно кривыми например сделать или пустить массив по этим кривым пока как бы оставим где-то так вот то есть ну думаю думаю да на сегодня как бы можно и закончить вот а дальше продолжим а ну давайте еще дверь конечно дверь давайте уже в следующем уроке да то есть это будет дверь нужно замоделить плинтуса надо сделать потолок потолок я на а и шторы да то есть потолок хочу чтобы тут где-то вот так он как парящий был и внутри было еще подсветка нам нужны будут шторы ну и кровать кровать вот тут будет тумба тут еще кресло 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 такие тоже его по модели так ну в общем движемся сохраняем так есть вопросы пишите комментируйте да буду рад ответить вот всем пока до новых встреч